Главный противник на выборах израильского премьер-министра Бенемина Нетаньяху Бенни Ганс предложил возглавить правительство единства с его партией Ликут. Ранее генеральный прокурор Израиля объявил, что Нетаньяху будут предъявлены обвинения по трём делам. Выступая в субботу в Тель-Авиве, кандидат от блока Кахоль Лаван сказал, что готов возглавить коалиционный кабинет в течение двух лет, а в следующие два года премьером будет Нетаньяху. Если до этого времени, он будет оправдан, и с него снимут обвинения в коррупции, мошенничестве и госизмене. «Я требую, чтобы он признал своё поражение на выборах», – сказал Ганса Нетаньяху. «Признал решение юридической системы, глав которой он сам назначил. Я требую, чтобы он признал решение большинства народа, призывающего его уйти в отставку, и боролся, чтобы доказать свою невиновность в суде. Граждане Израиля не будут заложниками ни одного лидера». После заявления генпрокурора в Израиле проходят акции как в поддержку Нетаньяху, так и с требованиями его отставки. Лидер Ликут в настоящее время возглавляет Временное правительство после двух выборов, по итогам которых правительство сформировать не удалось. Попытки заключить соглашение между двумя крупнейшими политическими силами Израиля также успехом не увенчались. Партнёры Ганса по сине-белому блоку отказались сотрудничать с партией Ликут, пока её возглавляет Нетаньяху.